Доброе утро всем! Сегодня у нас 9 января и сегодня мы опять в Испании. Сейчас 9 утра, то есть самое-самое утро, и вот прям просыпаешься и светит яркое-яркое солнышко. То есть у нас уже прям солнечный вовсюм. Это, собственно говоря, за то, за что я безумно просто люблю Испанию. Утром просыпаешься и у тебя всегда солнце. Выходишь на балкон, у нас большой-большой балкон такой, метров 10, наверное, я сейчас уже не помню, что там написано в документах. Вот. И выходишь, и прям вот солнце. И это январь месяц. Он лучше ко мне подошел. Ну вот. И, конечно же, это бесценно. Обожаю вот это вот сюда приезжать зимой. Сейчас я возьму булыша своего. Этика. Этика, мое солнышко. Сейчас мы с тобой пойдем погуляем. Вот. Сынчик подошел ко мне. Сейчас мы пойдем с ним погуляем. У нас тут рядом есть парк. Вот за моей спиной. Там можно не увидеть парк. Может быть, сходим к морю, да. Да, мой хороший. Пойдем гулять. И начнется наш сегодня очередной день. И будет у нас все прекрасно. Да, лучик? Вот. Как всегда, солнечно. Как всегда, светло. Как всегда, в Испании это, конечно, все очень прекрасно. Сейчас утром будем готовить чурсы. Я, наверное, покажу вам, как я готовлю чурсы по утрам. Чурсы в Испании это национальное блюдо такое. Что-то вроде хрустящих этих... Дань, как... Ой, лучик, как называется-то? Пончиков, что ли? Даже не знаю, тоненькие такие. С шоколадным кремом. Вот. Так что пошли мы с лучиком готовить чурсы. Пошли мы с лучиком гулять в парк. Рядышком у нас тут. Сейчас где-то часов, не знаю, насколько, начало десятого. Такое солнышко светит хорошее. Я немножечко, но мне кажется, тепло как-то наделаю. Все они... Вообще, обычно утром прохладно, поэтому солнце светит. И оно... Вот у нас балкон очень хорошо расположен. Точнее, тут у всех у нас, вот в нашем комплексе, очень хорошо расположены балконы. Все на солнечную сторону. Ты выходишь, конечно, прям радость. А когда в тенечку так попадаешь утром, то, ну, прохладненько немножко. Оно где-то к 12-ти, так, часам, конечно, распогодится. И будет везде солнышко, везде тепло. Ну, ну, не всегда оно так. Лучик, лучик, иди сюда, сын. Ой, мой малыш. Сейчас мы тут с ним... Ой, лучик. Вот. Тут у нас такой вот парк есть. Вот только что, кстати, видела... Это мусорка. Точнее, как это... Поливалка или кто-то такая была. Короче, в улицу убирает, приезжала. Каждый день здесь убирают улицы. Ну, сейчас время такое еще, на самом деле, не очень ветреное. В январе нет ветра, на самом деле. Поэтому мусора не очень много. А вот когда февраль, например, самый ветреный месяц февраль, то постоянно убирают парк, но все равно мусор летит, видимо, из мусора и все такое. Очень сильный ветер. Февраль вообще здесь самый... Из всех месяцев самый, наверное, ну, мне не нравится. Потому что очень ветрено. Солнце все равно будет, конечно, но... Но очень сильный ветер, и создается ощущение прям вот, ну, холода. А в январе... Сейчас... Что у нас сегодня? Сегодня 9 января, вот. А сегодня у нас 9 января, и... В январе, в общем-то, прекрасно. Вот у нас тут такой парк. Ну, я не знаю, мы сейчас с лучиком, наверное, сходим к морю. Мы обычно с ним... Утром ходим, гуляем здесь по парку. Вдоль парка. Здесь вот прям хороший такой парк у нас есть. Очень много зелени. Это прям ценно, потому что на нашей территории... Ну, она очень теплая, и мало осадков, и, соответственно, у нас мало зелени. А вот у нас здесь такой прям оазис. Причем здесь есть очень интересное такое местечко, прям написано. Если у вас есть растения, которые вам не нужны, или вы уезжаете, вам уйдеть некуда, оставляйте, мы их посадим и будем за ними следить, пока вас нет. Вот. Вот такая вот история. Так что мы идем с лучиком гулять. У нас тут пальмочки. Город спит. Но у нас, на самом деле, террористическое место у нас тут. Я даже не знаю, работает кто, не работает, кто. Вон, уборщики проезжают. Лучик, давай подождем, пускай они. Они нам, конечно, не мешают, но прям все чистят. Прям все-все чистят. Вообще, все вон, я смотрю в шортах, а я что-то утеплилась, и мне прям жарко. Ладно, сейчас мы где-нибудь позвонимся. Вот прям парк у нас тут такой. Вот за моей спиной видно мусорки. Вон, даже они тут чистят листва, которые осыпались. Как пальмы, вон, это я. И сразу все-таки перерабатывается. Здесь там и будет видно. Вон там все перерабатывается. Я даже не знала, что это такая умная цифра. Я думала, это как-то выглядит иначе. Лучик, пойдем? Да не бойся. Даже хочешь? Ну, пойдем. Сейчас туда сходим. Начала гудеть машина, Лучик. Решил, что... Пойдем-ка мы подальше от таких страстей. Пойдем подальше. Сейчас придем, будем жарить чуроси. Я люблю чуроси по утрам. Вообще у меня здесь очень странное меню, на самом деле. Особенно на утро. Ну, мальчишки-то мои любят, понятно, это там левит, там что-нибудь такое. А я очень люблю чуроси. Они вообще тоже их любят. Туда, давай. Тоже они их очень любят. Они вкусные такие. С этим шоколадом совсем. И шампанское по утрам. Я люблю. У меня тут есть такое интересное шампанское. Здесь же просто еще можно... Потом мы куда-нибудь поедем. Но это вообще все не страшно. Ну, я пью совсем-совсем чуть-чуть, если это можно назвать. Как бы прям выпивкой, да? Ну, здесь можно. То есть за рулем какое-то есть. Конечно, нельзя прям напиваться. Но определенное количество алкоголя выпить можно. Это нормально. Это ничего там такого страшного нет. Кстати, не остановит. Вообще, мне здесь очень нравится водить машину. Я в Москве не люблю. Несмотря на что у меня хорошая машина, я в Москве не люблю водить. Там проблемно. Пробки, люди, все тут дуга подрезают. Все куда-то кого-то не пропускают. Если не туда съехал, у тебя проблемы. Ты в пробку попал непонятно на сколько времени. А здесь этого нет. Ребяту, ты едешь. Я здесь прям удовольствую получаю от езды. Сегодня у нас четверг. Завтра будет пятница. Мы поедем на рынок завтра. Завтра хотели Сальвадор и Артисана. Сегодня тоже куда-нибудь, на самом деле, съездим. Не знаю, куда. Что-нибудь продумают мальчишками. И куда-нибудь обязательно съездим. Мне прям нравится. Вот нравится. Вот едешь себе. Едешь. Такое удовольствие получаешь от дороги. Наверное, поэтому мы отсюда вот всегда и путешествуем по Европе. Потому что, ну, это не напрягает совершенно. Лучик, пойдем? Лучик? Что-то там нашел мой лучик. Пошли, пошли. Что там? Нет, не пойдем. Он и так не решил еще, что мы идем. Нам надо как-то в кусте ставить. Сходили мы с Лучиком, но, как обещала, мы будем готовить чурсы. Я люблю покупать вот такие чурсы. Они продаются в каркадоне. В принципе, чурсы продаются в любом супермаркете. Они стоят дешево. Вот здесь полкило, 24 штуки. Они стоят, по-моему, полтора евро. Вот. У меня есть такая прекрасная фритюрница. Она вся металлическая. Кстати, я советую, когда будете, если покупать, именно такую, потому что ее легко отмыть. Не в пример пластиковом, который, в общем, с ними тяжело потом отмывать. А это все очень хорошо и прекрасно. Сейчас у нас закипит масло, точнее, нагреется до нужной температуры. Мы их туда опустим, и через 2 минуты у нас будет прекрасный завтрак. Поехали. У нас уже разогрелось до 190 градусов. И туда вот так вот аккуратно берем рядов чурсы. Ладно. Я не буду готовить очень много, потому что, ну, все надо протяжать. Вот. И туда вот тут. Буквально 2 минутки, буквально 2 минутки, и они у нас будут готовы. Пока они жарятся, ой, ну да, правильно, жарятся. Вчера я купила в Альканпо устрицы. Прекрасные устрицы. Сейчас январь месяце. И что-то вот когда были праздники, не было в магазинах устриц. А сейчас они появились. Их прям много-много. Вот второй размер, испанский. Вот написано, что это испанские устрицы. Стоит 12 евро. Сейчас мы их, конечно, кушать не будем. Мы их будем кушать на обед, наверное. Вот. Ну, я прям их очень люблю. И они здесь вот 12 штук второго размера. Устрицы всегда по размерам. Они не там, не гранды, не ничего, да, не пикенью. Они по размерам. То есть второй размер. Ну, я так вот чуть-чуть. И вот такой у нас есть шоколад. Вообще он, о господи, разный бывает, но я вот такой больше не вижу. Вообще, они у нас уже готовы. Они у нас уже готовы. Буквально 2 минутки. Вообще, мне кажется, даже меньше. Может быть, водонекомечаем мы это все. Сейчас у нас масло как стечет. На какую температуру ставила? А? На какую температуру ставила? 190 градусов. Здесь все это написано. 190. Сейчас масло как стечет. Ставь пока на паузу. Так, ну все. Готов наш завтрак. Мои прекрасные чулесы. Вот они. Я их обожаю. Они прямо хрустящие. Такие вкусненькие. Вот так вот хоп. Макаешь. И... О, о, о. Былесю. Они, конечно, абсолютно прекрасны. Звучит тоже хочет попробовать. Как же так ему не дают? Кофе и это шампанское. Я люблю такое шампанское. Не надо думать, что оно какое-то химическое. Оно голубое за счет того, что сюда добавляется, по-моему, голубика. Я читала по этому вопросу. В общем, вот такой наш прекрасный испанский завтрак. Выключай. Продолжение следует...